утро начиналось так грустно туманно и сыро с дождем сейчас вон как все разгулялось решила все бросить и пойти в лес наверное это будет последняя прогулка в лес в этом году без снега не знаю я вообще очень мало в этом году в лес ходила потому что летом в жару там делать ничего да и очень тяжело весной вот походила на печеночницы смотреть грибов не было поэтому в лесу я была крайне редко за мхом периодически ходила но это до болота и обратно сейчас я хочу прям круг сделать то есть зайду вон там выйду наверное вон там то есть вот это вот web пересекается с большой love где огромные круглые бетонные столбы вот я потом большой лапа найдет вот так я на нее выйду через лес вернусь уже через деревню ой там что-то желтое желтеет до листиницы у кого-то соседи растет так листьев уже нет вообще он кустик только возможно что это яблонька они поздно падают чем пойду погуляю фоточек поделаю напоследочек красота ну фокус где-то а там еще кто-то в хрустве я так слышу там хрустит я в лес еще не зашла только иду к дороге где удобнее будет ходить наверно олени здесь паслись я уже только на видео как-то пересмотрела разглядела что там две было 1 2 они вот тут скорее всего вот траву ели траву здесь как раз осот в этот при получи и свеженько еще не замерзла тут прям хорошо пастись ну и туда вот они убежали следов тут не разглядеть все в траве ну так вот сейчас в лес зайду пойду по дороге лесной ну так вот ну так вот ну так вот ну так вот начало леса но тоже вырублена куча елок здесь такие огромные стояли на краю когда-то ой грибоченьки какие-то привет красивые ну-ка вот этот слезнячок есть но это несъедобные тип ложных опять что-то вот сероватая под шляпкой такое зеленовато-сероватая мы их есть не будем может встретим каких-нибудь грибов полезных ладно пойду смотреть внезапно нашла съедобные грибы это рядовки фиолетовые очень вкусный гриб который я только недавно узнала когда сюда жить переехали потому что раньше я позднюю осенью не попадала в лес а теперь вот копала вот можно собирать все-таки они выросли мы как-то на стриме их собирали а ты кто какая интересная поганочка вот их довольно сложно увидеть они сливаются с листиками вот вот не фокусируется вот они и в принципе они такими кругами растут и вообще поганых много выросло сейчас я буду фотографировать всех-всех-всех вот тоже грибочки достаточно крупные я так подозреваю что это тоже рядовки какая-нибудь рядовка серая вот они так выглядят но я их не буду собирать пахнет вкусно вообще я просто не знаю все эти рядовки я знаю что вот фиолетовая есть ее ни с чем не спутаешь а с кем можно вот это спутать не знаю поэтому пусть растут но пахнут пахнут они опятами осенними приятный запах их достаточно много вот здесь вон там растет вот кучка ну думаю что да действительно рядовки вон еще видно они кругом такой делают круг рядочком но они не прикольные у нас есть много синих будем дальше их собирать опята вряд ли попадутся я вообще не рассчитывала что мне какие-то съедобные грибы попадутся я вообще пошла фотографировать поганочки ну попались а он там увидела что-то очень такое красивое грибное ого тут прям они вот идут видимо круг пытаются замкнуть блин такие классные можно конечно погуглить как выглядит эта рядовка но я тогда быстро наберу грибов пойду домой и не погуляю во можно будет маме например сказать я тоже хотела в лес ходить но сегодня ночью ноль а завтра плюс один плюс два днем все сегодня последний такой день хотя сколько у нас уже было этих последних дней последний такой последний сякой потом будет вот температура ночью ноль минус днем плюс два там плюс один и снег с дождем надо гулять пока гуляется только что два рябчика отсюда улетела ну куда же мы без мухоморов вон какой нарядный дырчатый красота да и только так такая тишина в лесу только синички где-то пикают чуть-чуть и я такая с розовым пакетом дымка там вырубка за лэпы за проводами вон какие-то грибочники растут на пеньке я тихо говорю чтобы зверей не косморить если что красиво так их листиком прикрыт надо сфотографировать красиво это кстати съедобные грибы это летние опята барушки вот у них а может и нет короче лучше не рисковать очень похоже кто знает что может вырасти в ноябре тут тоже есть маленькие с них просто уже дождем смыло все с шапочек всякие раскраска их обычная и сейчас прохладно поэтому ну там где-то плюс пять запахи плохо чувствуются а тут белое что-то растет а тут белое что-то растет вон какие новый кружочек рядовочек я прям по дороге иду по сторонам смотрю вот они вот они все что ли закончились ну ладно надо эти резать вообще их не видно вот так вот смотришь где грибы вон грибы вот грибы красота красота какой-то интересный гриб хочется посмотреть рвать не хочется а он пластинчатый такой миленький с листочком рвать не буду смотреть потому что он один ну зачем я его все равно с собой забирать не буду сейчас хожу по лесу где обычно ну грибы вообще не ищем так как тут орешники так как тут орешники растут они все листьями своими заваливают закрывают солнце и так редко тут какие-то грибы бывают это я пакетик это я пакетик пушу вот так сейчас здесь ходить удобненько вот эта вот лещина вот все вот эти вот кусты вот там вот что-то я уже сомневаюсь что я пойду по тому маршруту по которому планировала потому что в мои планы не входило искать и собирать грибы теперь я уже с пакетиком не очень ловко с ним ходить везде но там клюквенное болотце хотелось клюкву посмотреть так что еще посмотрим куда меня занесет о! вот они нашлись грибоченьки о! их тут много так вот это все они причем что удивительно сейчас попадают сюда червей так ну резню я не буду показывать мне две руки нужны так что сейчас я их соберу упали деревья от ветра и их обгрызли олени вот это следы оленей наверное может и лося приходили но вот это копыта пока оленей а это следы зубов оленей будут будут наверное всю зиму приходить это вот одна осина упала и свалила еще вторую наверно в ту бурю ночную которая была потому что уже успели погрызть а листьев на ней нет значит успели опасть и золку повалили а ну они не повалили они ветки и ободрали вот у меня что-то с зумом или стабилизатором в телефоне вот сейчас был такой мне интересно это вообще гарантийный случай и сколько там у него гарантия год может съездить в Москву в сервис и спросить что это такое вообще потому что оно уже у меня недели две как появилось не особо-то мешает а вдруг оно дальше еще хуже испортится ну уже так увечистый пакетик я вот не знаю замариновать можно будет они вкусные вот опять эти серенькие а вот они синенькие вот когда они просто растут даже и не скажешь что там может быть так а почему у тебя не такая красота так как должна быть а они наверное мокрые не очень синенькие здесь очень мокро и вообще я тогда не буду их рвать вдруг это не они хотя нет вон синенький ну прям ой их здесь целое кольцо ну вот он такой да может это как раз и они они как раз серые о как отличаются нет мне надо яркие такие брать не будем хотя их вон сколько и они идут вот по кругу не ну сверху они прям это они только ножки тонешь вот иди обратно иди обратно иди обратно ладно их сейчас много с меня не убудет буду искать яркие я в этих говорушках их по-моему говорушками еще называть не ворушками как опята а говорушками в общем я в них особо не разбираюсь лежать да и как-то это больше так это фуфан а не прям как белые грибы ууууууууу приятно уже почти зимой пройтись и набрать каких-то грибов съедобных но опять же я их если замариную буду угощать потому что артём не любит грибы так ну генка любит муж сестры там еще егор любит собирать а есть не любит а сестра брата и гора и не помню любит она или нет вот да она любит грибы ну согласится ли она синие грибы есть я не знаю хотя она же йог пусть ест я же ем вот здесь очень красивое место прям очень при слове очень красивое место я бросаю снимать видео начинаю делать фотографии тоже тут что-то где-то упало я все к елкам сворачиваю потому что эти рядовки они вот под елками любят расти в таком вот лесочке проверять какая-то канавина прокопана древняя найдет что-то человека сделанное человеком наверное ну видимо в программу осушения всяких болотцев советской советском союзе это все делали от пожара такие не спасают вот я пришла на другую сторону леса я пришла на другую сторону леса так я я Это церковь разрушенная. Можно до неё дойти? Там не была уже давно. В этом году вообще не была. Думаю, может тогда пакетик где-нибудь тут оставить с грибами, на обратном пути забрать. Потому что я уже тогда не пойду, как я хотела, таким большим квадратом. Буду возвращаться тут по дороге, если я к церкви пойду. Тут грибочки оставлю, пусть лежат. Столб такой, весь лишайниками покрыт. Тут могут быть оленя. Там избушка на курьих ножках заваленная. Развалилась всё. Так. 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 это еще одна. Так. 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 Ну это, скорее всего, егеря на этих своих широких колёсах. Просто на машинах тут не проедешь. То есть вроде так-то нормальная дорога, в некоторых местах болото. Там и останешься. Вон церковь. Ладно, пойду быстренько дойду до неё. Да, ладно. Я вас вижу! Я вас вижу! Капина! С�ана! Спортал наушники! Попробуем. Попробуем, конечно. Да! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А тут вот дерево всё в красивых грибочках, но я тоже не полезу. Это, наверное, зимний опёнок фламулина, который... Вон там какое-то дерево упало большое. Прямо вот такие здесь и вон там яма квадратные. То есть прямоугольные. Вряд ли это были такие странные пруды. А, это осина упала. Или дуб. Там просто дуб растёт, а рядом упало. Мне бы дубовые трухи пригодилось бы. Вот. Вот это корявый дубик растёт. А вот упал кто. Сейчас посмотрим. Вот ещё один. Тоже прямоугольный. А, дуб. А, дуб. Нет, не дуб. Это я рано обрадовалась, наверное. Вот это вот осина. Ой, я с этого ракурса эту церковь ни разу не разглядывала. Вот это вот огромный дуб. И вот это осина. Да, карась и осина. А у дуба вот есть сломанная ветка. В принципе, они уже достаточно такие старые. Это, видимо, когда падала вот эта осина. Сломала. Синички. В общем, тоже поломала дуб. Это давно сломанная, а он там недавно. Ладно, пойду туда. Там сала, может быть, внутри сидит. Они тут живут. Ой, опять это загружало. Тоже дубы. Вот дуб. Вот дуб. Это не дуб. Это, кстати, что-то похоже на иву. Дубовые почечки. Вот, кстати, вот это может быть дубовый. Да, это, скорее всего, дубовые как раз трухокора. Здесь прям пейзажи такие. Вот здесь это, да, упавший дуб. Откуда только он упал. Пня уже нет. Древесина дуба очень долго и гниет. Точнее, или не гниет. Поэтому её хорошо использовать во всяких штуках. Здесь типа мусорки что-то было. А это ещё и горело. О, какая. Муравьями сделанная. Вот эти вот коряженьки. Они очень плотные. И вот на них очень классно сажать какие-нибудь орхидеики, например. Вот, я сюда потом подойду. И наберу себе чего-нибудь. Ой, скользко. Мусорка. Вот она, церковь. Здесь большая часть жителей нашей деревни покоится. Какая огромная берёза такая. Разлапистая. Которая тоже, наверное, думает, что она дуб. Здесь, конечно, ходить так неловко. Потому что наверняка забытые могилы везде. А это явно какому-то солдату был, видимо, памятный знак. Его отсюда принесли. Его здесь раньше не было. Да что ж ты жужжишь-то? Да что ж ты жужжишь-то? Сова нет. Сова нет. Сова нет. Как-то они по себе уже тут ходить. Сова нет. Сова нет. Сова нет. Спирочка-серый неяс. А там сороки кричат. Возможно, как раз на неё. Мне вот непонятно, кто вот это вот делает. Вон, крест поставили. Не иначе колдуны, да ведьмы. творят свои непотребные колдунства. Там еще лики святых кое-где сохранились. Это Фома, по-моему, там написано. Тут совсем все облетело. Церковь была разрушена еще во времена революции и использовалась как склад. С тех пор она не действующая. Я вообще-то такой поздней осенью впервые. 10 ноября сегодня. Тут вот фреска явно была. Ее специально, видимо, сколотили. Я помню, еще в детстве было страшно тут ходить, потому что а вдруг купол упадет. Тут какашеньки совины. Но он так до сих пор в том же положении. Вот тут вот один выход с колоннами. с колоннами. И там тоже. Тут вот этот круг такое пятно сырое из тех окон, наверное, летит. И вот таких типовых церквей разрушенных вот очень много. Они все одинаковые, по одному проекту сделаны. и везде их, конечно, можно найти. Практически около каждого большого городка. Небольшого. Вот. Пойти посмотреть, там на кого сорок кричит. Так. Как лучше идти? Ну, так. Сейчас обойду. Найти тут сову достаточно проблематично. Грибы какие-то. Так. Так. Я вот так делаю, и оно жужжит. Поэтому вряд ли я увижу неясыть. И тут интернета нету, чтобы звук, голос неясыть включить, чтобы она подлетела. Зато здесь есть интересное такое место. Вот это вот. Ну, как бы деревья, деревья. На самом деле это тополя. Практически единственные тополиные рощи во всей округе. У нас здесь не водятся тополя сами по себе. Кто-то когда-то их себе сажал. Вот. И, по-моему, это было очень давно. И, видимо, здесь кто-то когда-то посадил один тополь. А тополь это такое дерево, которое даёт очень много прикорневой поросли. Прикорневая поросль. То есть, ну, от корней вырастают такие деревца, кусты, и всё это расползается в стороны. Вот это вот какая-то липа. Такая широкая. Здесь вот тоже много лип. Липы и тополя. И, видимо, я так думаю, вон он огромный древний тополь. И вот эти вот все тополя, что здесь растут, это его дети. Вот этого вот огромного просто. Потому что скорее всего его здесь когда-то посадили, но он потом размножился. Вот. Просто очень большое дерево. Очень старое. грибочек. На черную лисичку похож. Но это не черная лисичка. В общем, вот такая огромная штука тут растет. Вон там вот тоже тополя. Тут из-за него тополиная льва. Ладно, надо обратно идти. Еще дома и дела делать. все. Возвращаюсь домой. По пути беру пакетик с грибочками и ой, мышь, привет. Ой. Беру пакетик с грибочками и по дороге домой. Тут что-то я прям загулялась. На самом деле не так уж долго. Часа два всего. Но сейчас темнеет рано. Но когда темно на участке уже там иных делать ничего невозможно. Вот и мой пакетик лежит. Один на денешенько. Грибы не разбежались. я на месте. Ну теперь до дома несколько километров. И ура-ура. Так. Помню я по этой удобнице. Ладно, тут солнце прям в камеру светит. уже на обратном пути. Если будет что-то интересное сниму. А так конечно уже мне кажется и так будет очень длинное видео. Хорошая прогулочка.